Поселение родовых поместьй 20 лет спустя После выхода первой книги Владимира Мегре прошло уже 20 лет. За это время произошло много положительных событий. Книги серии «Звенящие кедры России» вдохновили миллионы читателей по всему миру на прекрасное созидание. Под их влиянием многие в корне изменили свое мировоззрение и даже образ жизни. После прочтения книг у меня, можно сказать, началась трансформация сознания. Намного быстрее заработала мысль, пошел процесс переоценки ценностей, появилось стремление создать пространство любви, создать крепкую ведрускую семью. Я очень счастлив, что моя мечта материализовалась. Прочитала книги «Звенящие кедры России», которые мне очень понравились, и дополнили мою картину мира. Особенно ценна рекомендация Анастасии о рождении и воспитании детей. И вообще, очень много полезной информации для мужчин и женщин любых возрастов. Читатели книг Владимира Мегре объединила идея жизни в родовом поместье. Это малая родина человека, где живут родственники по крови и по духу. Здесь они живут в гармонии с собой и природой. Уже 20 лет люди притворяют в жизнь идею об устройстве родового поместья, описанную в книгах. Прочитав книги, люди увидели не только образ прекрасного будущего своего государства, но и образ будущего планеты. Этот образ стал вдохновлять людей, и они назвали его национальной идеей. Но сегодня, судя по реакциям в других странах, этот образ можно назвать межгосударственной идеей. Впервые многие люди, прочитавшие книги Владимира Мегре, стали понимать, что может сделать каждый человек для материализации прекрасного будущего. Образ родового поместья – это новая парадигма. Он служит сигналом миру о срочном изменении стратегии и тактики во всех сферах деятельности, включая экологическую, экономическую, политическую, социальную, демографическую сферы, для поиска новых приемлемых путей выхода из отчаянной ситуации человечества в целом. Родовое поместье – казалось бы простое словосочетание. Так почему же оно так повлияло на людей, стало их вдохновлять на конкретные действия? Почему ученые собираются на круглых столах и обсуждают ее? Почему говорят они лидеры духовных конфессий? Вероятно, потому что за этим словосочетанием в трактовке Анастасии, героини книг Владимира Мегре, показана глубинная философия и предназначение человека, живущего на земле. Родовое поместье – это настолько глубокая вещь, это то, что связывает тебя с родом. Тот, который внизу, и тот, который будет наверху. И вот это вот дает потрясающую энергию, здоровье, силы. Это огромное счастье – жить на земле. Здесь мы уже находимся три года, нам здесь очень нравится, детишки сюда приезжают с удовольствием, потому что здесь действительно мы набираемся здоровья, мы здесь набираемся вот этого умиротворения, соединяемся с природой, отдыхаем, можно сказать, душой и телом. Нам здесь нравится, нам здесь хорошо. Это матушка природы нам дарит все, что необходимо. Если одна семья, всего одна семья превратит свой участок размером в один гектар, в райский оазис, поймет предназначение растений. Если человек скажет сам себе, что он создает этот райский оазис в память о своих далеких и близких предках, если скажет человек, что он создает райский оазис для будущих своих поколений и осуществит сказанное, то именно этот человек станет главой рода. Этот человек соединит забытые души своих предков со своей душой и душами будущих потомков. Такой человек не может умереть, он может только перевоплотиться. Если одна семья, всего одна семья превратит свой участок размером гектар в райский оазис, в масштабах Вселенной это будет микроскопическая точка. Но если таких семей будет миллионы, тогда вся планета превратится в прекрасный оазис и восхитит взирающие на нее звезды. Родовое поместье – это маленький уголочек для нашей семьи, где мы будем создавать свое пространство для наших деток, для будущих поколений, где будет пропитан каждый уголок нашей теплотой, заботой, любовью. Мы будем сажать красивые деревья, сады. Создадим рай на этом кусочке земли, создадим настоящее пространство любви, как говорила Анастасия. И очень здорово, что именно в поселении родовых поместьй, создавая свое родовое поместье, по соседству также живут крепкие, добрые семьи, с правильными ценностями, растят своих детей. Среди единомышленников осуществлять переезд, создавать свое родовое поместье намного легче и интереснее. Сегодняшние создатели родовых поместьй в России не бегут от современной действительности, а обосновавшись в своих родовых поместьях, также приносят свой вклад в развитие страны. Люди строят крепкие семьи, у них рождаются здоровые дети, они обустраивают пространство своей мечты. Уютный, светлый дом, сад, пруд с чистой водой, огород. Дети учатся, поступают в университеты, люди развиваются профессионально. Я очень люблю свою работу в косметологии, я много в какой-то профессии перебирала и в конце концов нашла себя, искала долго. Вот, я более 25 лет работаю уже косметологом, я работала в Новом Рингое, штатном косметологом Газпрома, во Владимире тоже у меня был кабинет, ну вот, а потом вот переехала сюда, и люблю свою работу. Что я делала? Пока там еще шла отделка, строилась, а веранда была уже готова. Я поставила там кушетку, шкафчик, в общем, вот так, и у меня были уже первые клиентки, еще дом был недостроен. А потом родилась идея сделать кабинет в бане, вот, получилось. Всем моим клиенткам очень нравится, вот, нравится атмосфера моего поместья, нравится атмосфера, вот, моего кабинета, потому что я все это очень люблю. У поселенцев меняются ценности, они ведут здоровый образ жизни, меняют себя в лучшую сторону. Меняя свою жизнь, человек меняет весь мир в целом. Сегодня только в России официально объявлено о создании более 370 поселений, состоящих из родовых поместьй, и каждый год их количество увеличивается. Это 370 новых населенных пунктов на территории России. Люди, вдохновившись книгами Владимира Мегрея, восстанавливают заброшенные земли, высаживают тысячи различных растений, выращивают экологически чистые продукты, строят дороги, проводят линии электропередач. Совсем недавно нашему поселению был один год, и за один год уже достаточно много семей к нам присоединилось, 42 с разных уголков нашей необъятной родины, также приезжают семьи из других стран, из Германии, скоро приедут семьи из Америки, наши русские семьи. Уже строятся первые дома на участках, в поселении мы уже выкопали каскад водоемов, делаем также качественные дороги в поселении. Мы начали в прошлом году, в апреле месяце, заниматься тем, что решили на этом пустыре разбить сквер. Оформили необходимые документы, сделали проект сквера. По плану у нас было посадить 400 деревьев, клёны, дубы, платаны, платаны, 150 фруктовых деревьев, сливы и персики есть, и абрикосы есть. Одних сосен 80 посадили. Да, и можжевельников сегодня 50 посадили. Воду провели. Такие позитивные начинания граждан не остались без внимания правительства. Указом президента Российской Федерации Владимиром Путином подписан закон о дальневосточном гектаре, по которому россияне могут получить в безвозмездное пользование гектар земли в одном из девяти субъектов страны. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предлагает землю под родовые поместья. В Белгороде уже действует закон о родовом поместье. На заседании Президиума Госсовета, посвященном политике в области семьи, материнства и детства, было принято решение раздать 250 белгородских сел и хуторов под родовые поместья. На сегодняшний день книги «Звенящие кедры России» выпускаются миллионными тиражами в 27 странах и переведены на 25 языков. Люди продолжают читать, продолжают мечтать и воплощать свою мечту в жизнь. Радует, что книги российского автора вдохновили и читателей других стран. Мы будем рады встретить у себя жителей поселений родовых поместьй из других стран, обменяться опытом. Нам интересно узнать, как развивается движение по созданию родовых поместьй по всему миру. Ведь у нас у всех одна общая цель — сделать наш мир лучше. Чем больше будет таких поселений, тем больше будет преображаться планета. Чем цель существеннее и светлее, тем больше светлых сил будет привлечено для исполнения, для достижения ее. Отзвук, который нитью проходит по всем книгам, он отзывается внутри, в сердце, в душе, потому что мы все единое целое. Независимо от того, где мы живем — в Чехии, в Словакии, в России, в Грузии, в Америке. Но мы все одно целое. Мы человечество, мы живем на планете Земля. Я всем желаю мира, любви, счастья, благодетствия, широты, доброты, души. И всех я вас благодарю, потому что вы живете вместе со мной на этой планете. Привет! Приезжайте к нам! Приглашайте нас! Я приглашаю зарубежных гостей в нашу замечательную, удивительную Россию. Приглашаю всех читателей. Ник Владимира Мегре, звенящий кедр России. Тут в реалии можно увидеть притворение мечты этой удивительной, фантастической книги в жизни. Приглашаю всех людей, живущих на планете Земля.